Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И мы по-прежнему на выставке IFA 2015, которая проходит в Берлине. Напомню, что это крупнейшая в Европе выставка электроники. Вы можете увидеть обзоры другие вот здесь на всплывающих аннотациях в виде линков, а также внизу в описании к видео. Там есть все, и обзоры девайсов, и обзоры самой IFA пресс-конференции, и просто ссылки на другие похожие девайсы. Ну, а мы находимся на стенде Lenovo. Lenovo Mi X700, новый идеопад от Lenovo. Особенность его первая и самая важная, которую бы хотелось бы рассказать, является... Что правильно? Является то, что данное устройство практически один в один выглядит как Microsoft Surface Pro по дизайну. А именно очень тонкий планшет с кучей различных портов с специально подготовленным стендом, который может устанавливаться так же, как и у Surface 3 Pro, имеющий большой угол свободы. Единственное, что, как вы видите, Lenovo применила здесь дорогой, любимый свой тип разъема, который используется на йога... на йога-таблетах, да, которые выворачиваются полностью, здесь вот в данном случае такой вариант. Плюс тот же сценарий с магнитной клавиатурой, плоской клавиатурой, которая отстегивается, и может быть назад подключена, и опять отстегнута, и опять подключена, и работает тоже не просто в плоском режиме, а и в режиме стенда. Фактически клавиатура один в один с Surface, если не считать, конечно же, самого главной вещи, а именно вещи, которые касаются клавиатуры. Клавиатура, соответственно, фирменная, Lenovo в отличие от Surface. Что имеется в виду, здесь полноценные клавиши, причем вот эти вот островные, как их Lenovo называют, клавиши, плюс полукруглые с конца, которые позволяют в слепом наборе намного быстрее, намного качественнее набирать систему. С точки зрения, уже закончим дизайна, у нас имеется большое количество портов, которые обеспечивают работу в системе. Вот вы видите USB 2.0 порт, HDMI порт, качельку громкости и кнопку выключения, включения питания. Также здесь, как вы видите, находятся дополнительные разъемы, предназначенные для двух вариантов. Я вот только не понял, в чем прикол этого дела. Первое, понятно, microSD, а второе, вот совершенно непонятный порт, там что, для установки сим-карты. Да, тут написано, сим-карта, это значит, что что? Что девайс может обладать 3G модемом для обеспечения работы. Внизу, как вы видите, наушники, ой, наушники, колонки, с другой стороны тоже колонки. Ну и отдельный разъем, это не USB разъем, это разъем, который касается питания, да, это разъем питания, ну вот так вот он выглядит. А также здесь находится то, что называется Intel RealSense камера, позволяющая создавать 3D модели, сканировать для Windows Hello и тому подобное для входа в систему. С точки зрения железа, давайте поставим назад. С точки зрения железа, девайс достаточно мощный, я бы даже сказал, очень мощный. Почему? Потому что у него... Что? У него на борту находится процессор Intel 6-го уже поколения, как вы видите, это Core M5. 6Y54, 1,1 ГГц, разгоняющийся до 1,51 ГГц. Все это дело работает под управлением Windows 10.1. Экран имеет разрешение... Сколько же он имеет разрешение? 1160 на 1440. То есть это Full HD+, как называется, экран, обеспечивающий, соответственно, комфортную работу всеми вся. Единственное, что на стенде не представлен еще стилус. Здесь интересная система подключения стилуса. Он вставляется вот сюда, вот в USB разъем. Обещанная цена за все это дело составляет около 700 евро. Ну и мы переходим к следующему планшету. Он здесь такой же стоит, как вы видите. Единственное, что особенного в этом планшете, это дополнительный дизайн планшета, как китайцы говорят, выполненный под золото. С таким вот покрытием утверждают, что... Кстати, камеры разные. В этом не было... Вот RealSense камера. Я только обратил внимание. Китайцы утверждают, что это под золото. Ну, тоже прикольно. Соответственно... А, кстати, смотрите. А здесь нет разъема под симку. Есть только microSD карточка. Интересно, технические характеристики у него такие же. Сейчас мы включим. И где? Ждемся. Ага. Процесс включения пошел. Единственное, кстати, что в процесс включения я не вижу так называемого quick instance включения, которое обеспечивает работу моментального включения. Ну. Ждемся. До первой звезды нельзя. Все, все. Где моя Windows? Windows. Сломали. Ладно. Будем считать, что так и было. В любом случае, что я хотел сказать, что... Intel... Не Intel. Lenovo показала отличный планшет. И я уже задумываясь над тем, не поменять ли мне свой Surface 4 Pro на подобное устройство. Все вроде есть. HDMI есть. Опять же, напомню, что если вы смотрели видео, это так называемый Wi-Di Wireless Docking от Intel тоже есть, поскольку здесь процессор Intel Core M до 6-го поколения. Все это поддерживается. Ну и будем прощаться. А, вот здесь вот, кстати, сейчас включилась, пока мы с вами разговаривали, включилась реклама того, что есть стилус с различными вариантами нажатия, с различной скоростью работы. И вот он, RealSense, камера, которая обеспечивает вход в систему быстро. На этой Lenovo, кстати, я записывал видео, посвященное RealSense для управления, для идентификации людей и так далее и тому подобное. Что ж, удачи, счастливо. С вами был я, Игорь Шестидко. Напоминаю, что вот здесь вот внизу и вверху идут аннотации, всплывающие, посвященные другим линкам на обзоры Intel и из IFA, Intel-овских девайсов, Acer-овских девайсов, Lenovo-овских девайсов. Ну и просто обзоры других гаджетов у меня на канале. И не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем удачи, счастливо. Пока.